Здравствуйте, Махтар Кабулыч. Я Карибаев Шаден, инвалид первой группы по зрению. Вновь обращаюсь к вам с той же просьбой опубликовать мое обращение к гражданам Казахстана. Здравствуйте, уважаемые граждане Казахстана. Как видите, пока что я не арестован. Похоже, что правоохранительные органы временно передумали меня арестовывать. Благодаря только гласности. Но, тем не менее, в отношении меня продолжается уголовное преследование по заказу Наурзбаева, председателя Казахского общества слепых, и при том с нарушениями всех норм процессуального права. Но сегодня я хочу сказать совершенно не об этом. Я хочу продолжить то, о чем говорил в прошлый раз. В прошлый раз я рассказал о схемах хищения, привел конкретные факты, схем. Сегодня я хотел бы это продолжить уже конкретным фактом обращения. Где-то месяца два назад мы, инвалиды по зрению, подали коллективную жалобу на имя президента. И указали там факты хищения. И просили это дать задание правоохранительным органам расследовать эти факты хищения. Наше заявление администрация президента направила в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура, в свою очередь, заявление отправила в Министерство финансов. Министерство финансов направило эту жалобу в Департамент экономических расследований города Нур-Султан. Этот департамент отправил нашу жалобу во внутренний госаудит города Нур-Султан. Затем нам пришло письмо от госаудита, в котором нас ставят в известность, что в казахском обществе они запросили 11 документов. Затем я позвонил исполнителю данного письма. Ей оказалось, у Марова, и спросил, как расследуется наша жалоба. Она мне ответила следующее. Говорит, мы вам уже ответ отправили. И о чем ответ? Ну, мы отказали расследовать, так как руководство казахского общества слепых объяснило нам, что у них нет государственных средств. Ну, я, конечно, удивился и спросил, как это? Нет. А вот 8% сразу снимают с каждого договора госзакупа, и попадают они на счета казахского общества слепых. Это разве не государственные деньги? Да и других фактов хватает. И в конечном итоге, зачем спрашивать у руководства казахского общества слепых, когда вы можете по ИИНу войти в интернет и увидите все, что происходит в госзакупках, и там конкретно увидите все факты. Ну, мне Амара ответила, мы вам отправили, как получите, потом будем разговаривать. Получается так, если бы они по БИИНу открыли госзакупки, они бы увидели, вот приведу хотя бы один факт. В Казалардинской области есть фонд «Сырдарья». Она выиграла контракт по поставке ноутбуков, и контракт, договор был составлен на 81 миллион тенге. Фонд ноутбуки поставил, а коммунальное государственное учреждение Казалардинской области социальной защиты оплатило этому фонду 81 миллион тенге. 81 миллион тенге, как я говорил, сразу с нее забирают 8%, это примерно составило 6 миллионов тенге. Ну, в фонде оставалось 75 миллионов тенге. Затем, чтобы забрать и оставшиеся 75 миллионов тенге, Навурзбаев, руководитель Казалардинской области, освобождает от должности президента корпоративного фонда «Сырдарья». Президентом была его родственница, это по слухам инвалидов Казалардинской области. И назначил Навурзбаев своего заместителя Букенбаева Азад. Букенбаев Азад, приступив в должность президента корпоративного фонда, сразу же отправил оставшиеся 75 миллионов тенге на счета Казахского общества «Слепых». И вот теперь вот этот факт разве не доказывает, что есть деньги государственные в Казахском обществе «Слепых»? Притом, все 81 миллион полностью забрали на счета Казахского общества «Слепых». Если внутренний аудит не видит этого факта, она просто, этот аудит что, ослеп? Кто в данном случае слепые? Это общество «Слепых» или этот аудит? Теперь я бы сказал, что эти факты многим покажутся, что мы освещаем буквально недавно, поэтому, может быть, многие и не знают, не расследуют. В самом деле это не так. В 2019-2020 годах я неоднократно это освещал по видеоконференции, которую проводила партия «Нуратан». Затем была видеоконференция у первого заместителя агентства по противодействию коррупции Бектенова Олжасова Майевича. На эту видеоконференцию были приглашены буквально представители и Акиматов, госаудита, вице-министр, там соцзащиты был. В целом, все государственные структуры присутствовали на этой видеоконференции, на которой я даже озвучил такие факты, как у Наурзбаева есть долг 134 миллиона тенге, и при этом юстиция в нарушении закона о госрегистрации зарегистрировала Наурзбаева первому руководителю. Тогда как она даже не имела права перерегистрировать Казахское общество слепых в новом составе, там, где у руководителя есть долг 134 миллиона. И я также рассказывал, что при таких долгах Наурзбаев свободно летал в дальние зарубежья, в страны Юго-Восточной Азии, в страны Ближнего Востока. Кто-нибудь может представить, что кто-то из нас, хотя бы из-за долга 100 тысяч тенге, мог бы вылететь за рубеж, нас бы никто не выпустил. Но Наурзбаеву это позволено, спокойно летает. И как это все объяснить? И я также рассказывал, что Наурзбаев работает на два города. Живет и работает в Нур-Султане, и постоянно, каждую субботу и воскресенье летает в город Алматы, там, где общественное объединение невынувающих инвалидов, он там руководит им через подставных лиц. И после озвучения этих и других фактов, Наурзбаев подал частную жалобу на меня в суд за клевету в городе Нур-Султане. Суд и первой, и апелляционной инстанции вынесли оправдательный приговор, что с моей стороны не было клевета. Также в городе Алматы жена Наурзбаева, Наманова, подала частную жалобу на меня за клевету. И в городе Алматы суды первой и второй инстанции вынесли оправдательный приговор. Не нашли в моей речи клеветнический характер. И я это рассказываю к чему? В городе Алматы жена Наурзбаева наняла адвокат. Адвокат оказался моим знакомым. Он учился на один курс ниже меня в Казгу на юридическом факультете. Я, конечно, его не узнал из-за своего зрения. Он меня узнал, и он мне сказал следующее. Говорит, тебе лучше частично признать свою вину и обойдешься маленьким штрафом. Это мой тебе совет. Я спросил, почему я должен это делать. Он говорит, у Наурзбаева хорошие связи в президентском аппарате. И за счет этих связей он выиграет суд, и если ты не признаешь, то получишь максимум по клевете. Я, конечно, не стал с ним соглашаться, и он молча ушел и не стал дальше со мной на эту тему беседовать. Это говорит о чем? О том, что кто-то крышует Наурзбаева. Ну, я не знаю кто, но могу твердо сказать другое. По слухам среди инвалидов крышует Наурзбаева Распекова Вальнару Разовну. Она бывший судья Верховного Суда, которая в свое время фигурировала в тех обстоятельствах, когда Нарсултан Абишевич увольнял шестерых судей, двоих из них потом осудили. И каким-то образом ей удалось с этого списка как-то незаметно выпасть. Теперь, конечно, многие скажут, ну кто она такая? Вроде бы она руководит каким-то частным институтом, связанным с правами человека. Ну, какой она вес имеет? Она сама, конечно, навряд ли какой-то вес имеет. Но опять же, по слухам инвалидов, она является подругой высокопоставленной особой. И говорят также инвалиды, что об этом знают все руководство Казахстана. Кто ходит в подружках у Вальнара Разовны. Именно вот эта дружба дает возможность этой Распековой безболезненно крышевать нашего Наурсбаева. И здесь срабатывает принцип, который когда-то говорил Ленин. Он говорил, грабьте награбленные. Вот то и происходит. Наурсбаев делится награбленным со своей крышей. А наши первые лица государственных структур, зная, с кем дружит крыша Наурсбаева, не осмеливаются проверить те факты, которые мы излагаем, которые известны буквально всем, начиная от президента. Именно поэтому я считаю, что аудит слеп, а все правоохранительные органы глухи. И мы живем слепо глухому государству. Я хочу официально предупредить нашу власть. Если после сегодняшнего моего обращения не станут проверять факты хищения в казахском обществе слепых, и не прекратят незаконное уголовное преследование в отношении меня и других лиц, то мы на этом не успокоимся. Мы начнем тогда бороться по-другому. Мы хотим в этом случае создать политическую партию инвалидов. Политическая партия инвалидов, вы ее не сможете не зарегистрировать. Потому как инвалидов вы террористами назвать не сможете. Террористической организацией назвать не сможете. А структура казахского общества слепых, она это готовая политическая партия. Есть и центральное правление, есть президиум правления, есть правления в областях, есть филиалы в областях, есть первичные организации повсеместно. И поверьте, затем, когда мы провозгласим политическую программу нашей партии, то большинство казахстанцев поддержит нашу партию и войдет в ее структуру. И мы сможем стать главными конкурентами партии власти. Мы, конечно, понимаем, что это непростая задача. Для этого нужно очень много энергии, сил. Но вы, уважаемая власть, нам не оставляете другого выхода, как начать политическую борьбу. Вот так вот, уважаемые граждане, в нашей стране, в авторитарной стране, именно кучка высокопоставленных лиц осуществляет закон в нашей стране. По их указанию, начиная с Генеральной прокуратуры, все правоохранительные органы, не задумываясь, выполняют указания этих лиц. Вот в каком государстве мы живем. В следующий раз, если действительно не станут немедленно проверять в казахском обществе слепых все эти хищения, то я уже изложу программу нашей будущей партии. Спасибо всем за внимание. Благодарю вас за то, что вы меня слушали. Ставьте лайки, делайте комментарии. Спасибо.